Так, всех приветствую на открытом вебинаре компания Wolfix и сегодня мы рассмотрим скрытые возможности платформы Wolfix. Запись будет, конечно, так, нужно сейчас снять один фильтр. Почему данные об объеме биржевых торгов являются фундаментом для вашей торговой стратегии? Также затронем тему, кто не подходит для трейдинга по разным причинам. И что такое опережающие индикаторы? Ну, вопросы-ответы и еще домашнее задание будет тем, кто хочет найти интересную информацию. Ну, в общем, это в конце уже семинара. Значит, этот семинар первый из трех перед, в общем, вступительные лекции перед профкурсом, который будет длиться три месяца. Из этих трех месяцев трейдеры пройдут подготовку от открытия биржи до закрытия, сопровождение сделки, открытие, закрытия. Ну, в общем, полная подготовка. И, в общем, многому предстоит поработать. И те, кто уже записан, и те, кто планирует записаться, вот есть еще время. Так, начнем. Значит, скрытые возможности платформы Волфикс. Забыл сказать, еще две лекции будут в среду, в следующую, кажется, и в понедельник. Так что не пропустите, тоже будут интересные темы. Мы стараемся как бы разнообразные вопросы затрагивать. И на канале YouTube очень много записей из прошлых лекций. Там, если сесть и просмотреть все ролики, в принципе, можно для себя много чего взять. И даже вот иногда говорят, что вот жалко прям столько информации в открытую оставлять на YouTube. Вот. Значит, скрытые возможности платформы. Во-первых, функционал очень большой, но к ним очень быстро привыкаешь, потому что я разные платформы пробовал, тестировал, смотрел. То есть, ну, здесь мы старались максимально удобный интерфейс и юзабилити. То есть, поэтому все скрыто вот в подменю. Смотрите, здесь есть, ну, это мы, например, берем боксчарт. Я заметил, что трейдеры очень редко пользуются такой очень-очень-очень полезной функцией, как алерт. Зачастую трейдер сидит у терминала, мониторит рынки и постоянно смотрит на котировку, что, в принципе, не всегда есть хорошо, потому что у графика вообще как бы есть такой эффект гипноза, можно сказать так. И трейдер, который ищет модели, паттерны на покупку, он найдет даже на падающем рынке в этой каше котировок. Ну, то есть не всегда хорошо вот постоянно смотреть на котировку и чего-то ждать. Алерты в этом плане очень сильно помогают. Причем алерты есть на объем, алерты есть на тиковые объемы, есть на дельту. Вот. И сегодня мы посмотрим, я покажу, как их активировать и, в принципе, как использовать. Вот, к примеру, боксчарт, модуль, который как бы с трех ракурсов показывает нам объем, то есть за разные интервалы, периоды и откроем вот фильтров объема. Здесь есть алерт на объем, то есть фактически вбивается в значение, сколько нам нужно, чтобы по рынку прошло за одну минуту по цене. К примеру, у меня здесь стоит интервал 1 минута. И в каком виде это все показать. То есть звук можете настроить свой, можете использовать тот, который в платформе. Вот. И давайте просто поставим маленькое значение, чтобы фильтр сработал. То есть в таком режиме, я не знаю, слышно вам или нет, идет сигнал звуковой и визуально. То есть вы сразу видите, что нам прошел тот объем, который вам нужен, необходим, так как зачастую триггером является дисбаланс, очень крупный. Давайте мы разные цвета выставим здесь, чтобы не путать дельту и объем. То есть те, кто, к примеру, выискивает дельту, да, вот определенную, то есть дисбаланс между агрессором на покупку и агрессором на продажу, можно использовать дельта-алерт. То есть вы открыли терминал, причем ну так вот, окей, окей. Видите, сразу окно активировалось то, на котором прошел непосредственно тот алерт, чтобы вам сообщить, то есть акцентировать внимание. Значит, ну многие трейдеры уже используют Wallfix и знают, что никак без четырех мониторов, как минимум, ну четыре монитора это рабочая лошадка, то есть если не торгуете там 10 инструментов, то вам вполне хватит четырех мониторов. Но даже при четырех мониторах очень много модулей в Wallfix открывается и каждый день делать это по нескольку раз не особо приятно, ну неохота тратить время, расставляете окна. Поэтому есть функция layout, вы выставляете окна так, как вам нравится, так, как вам подходит, сохраняете и просто, когда открываете Wallfix, заходите здесь и подгружаете тот layout, который вам нужен, то есть для разных рынков можно устроить. Вот видите, у меня здесь есть в этом аккаунте Wallstreet, то есть подгружаются модули, которые я обычно демонстрирую на… видите опять alerts работал. И то есть сразу открываются окна, так как они обычно и стоят на мониторах. Это облегчает. Облегчает. Потом global options я бы рекомендовал здесь настроить еще такие моменты, как, ну к примеру, вот для мониторинга S&P использую примерно около 23 окон различных. То есть кластер-чарты дублируются по нескольким инструментам, баровой графике. То есть среди 20 модулей, чтобы, например, через кнопочку window перейти на какой-то определенный модуль, сортировка по имени, тикеру либо же открытию. То есть у меня стоит по имени, то есть у вас здесь будет список всех окон и вы можете себе группировать так, как вам подходит, у меня стоит по имени. Вот такая вот хорошая функция. Потом линии, то есть по умолчанию можете поставить, к примеру, если вы смотрите на 15-минутном интервале, выставили какие-то уровни, то эта линия на всех интервалах будет выставляться автоматически. То есть мне немножко неудобно так, поэтому я отключил эту функцию. ChartMove, то есть график будет двигаться там в рамках рабочего поля. Так, 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 так. Сейчас мы к этому подойдем. В такой момент Disable screensaver. Вроде мелочь, но иногда, чтобы выйти на балкон, подышать свежим воздухом и параллельно там посматривать за мониторами, тукнут экраны, да, там этот screensaver. Поэтому включив эту функцию при открытой платформе у вас не будут уходить спящий режим монитора, что, в принципе, как удобно. Так, здесь также вы настраиваете себе звуки какие-то свои, либо отключаете какие-то звуки. Вот. Это все вот в Global Options можете настроить. Тем, кому не нравится пароль, который на почту вы получили, вы можете поменять пароль вот здесь в закате Change Password и можете выставить свой пароль на вход, тот, который вы можете запомнить и который вы знаете. Так, есть еще вот Alert Options, то, что вот спросил Гарри. Гарри, здесь можно получать, выставить, настроить, получать alert и уведомления на почту. То есть Send Email Alert. Включаете. New Trade. Также, если у вас, к примеру, стоит полуавтомат на окне ордеров, вы можете включить, либо же вы дублируете сделки каких-то трейдеров из рейтинга. Это тоже можно получать на почту уведомления. Также здесь идут New Trade Beep. Ну, в общем, настройка звука, который вам нравится. Ну, здесь можно выставить, либо отключить, настроить звуки как раз по alert. Не всем подходит тот звук, который по умолчанию, поэтому вы можете выставить свой. Желательно, чтобы он был максимально короткий, чтобы не было пути по эффекта эхо. Или Delay. Вот. Также Hotkey. Ну, в разных фильмах, роликах вы видели, как работают непосредственно внутри биржи в яме там брокеры, трейдеры. У них специальные клавятуры для торговли, для открытия позиций. Причем они разного цвета, под определенные функции. Также можете настроить, причем как вам удобно. Очень помогает, чтобы не тратить время на какие-то обычные движения. Вы себе настроите Hotkey так, как вам подходит. Причем у окна ордеров тоже есть свои Hotkey. Так, также еще советую поработать с... Нет, это не нужно. Stand on top. Ну, тут, в принципе, все. То, что вот такой вот супер необходимого. Следующее. Вон, видите, сколько алертов уже наклацали. Ну, здесь стоят параметры очень слабые. Поэтому для демонстрации как раз нужно чуть поднять фильтрацию. То есть вы можете там смотреть на другой рынок и как только пройдет какой-то дисбаланс, крупный объем. Это не только в боксчарт. Вот в тиковом графике также есть алерты. Причем обратите внимание на стакан на боксчарте и стакан на тиковом графике. Вот кто был на открытой лекции по глубине рынка, там где мы рассматривали стакан, его возможности, на что смотреть. Вот. Он не в открытом доступе, а только для подписчиков, либо же для клиентов. Можете его через почту едусобака.wolfix.net написать просто, чтобы вам выслали ссылку на просмотр. Так как очень полезная лекция и решили в открытом доступе не оставлять такой ценный материал. Обратите внимание, здесь цветовая краска по фильтрам, по стакану и интерактивному кластеру, который идет рядом со стаканом. Вы это можете настраивать в новой менюшке DOM-фильтр. То есть, к примеру, вам нужны какие-то определенные ASCII либо же беды. Ну, к примеру, возьмем, выставим так и так. То есть, просто чтобы выделить, либо наоборот скрыть. Какой шрифт? Смотрите, шрифты. О, пошла ликвидность, судя по всему. Не ликвидность, а дисбаланс пошел хороший. Сейчас поставлю чуть побольше, чтобы нас не отвлекал этот фильтр. Видите, как тянут агрессоры на шорт очень сильно. Посмотрим сейчас, как они. Модель такая, такая себе. Значит, шрифты. Это тоже, кстати, хороший вопрос. И вот можно выставлять в Options, Scale, Font. Те шрифты, которые есть, в принципе, по умолчанию. В хорошие и Tacoma, и OCR, fix. То есть, крупный шрифт выставлять, либо мелкий. Уже, вот видите, я побольше поставил шрифт. Да, очень большой дисбаланс иду сейчас. Давайте я отключу, чтобы он у нас не трогал. То есть, вы не пропустите какие-то важные движения на рынке объемные. Вот, если там зрение уже не то, либо хотите сохранить зрение, потому что маленький шрифт, ну, год, если год поторгуете с постоянным full-time мониторингом, то у меня, например, я стараюсь выставлять цветовые, ну, вот, цветовое оформление, такие более постельные тона, чтобы не сильно яркий был экран. И даже стараюсь вот отключать вот эту менюшку, которая вот здесь. То есть, если у вас окна выставлены, вы можете ее просто скрыть, чтобы она не особо отвлекала. И Color Settings также вы можете настраивать абсолютно все элементы, вплоть до, ну, скажем так, можно выставить даже, чтобы график был белый, не черный. Как раз, вот как здесь сейчас тема такая черная, можно поменять абсолютно на белый. То есть, кому удобнее и привычнее, например, мониторить на белом фоне черный график. Вот. Ну, уже привычка, и торгуя на штатах, обычно процесс идет вечером, и темные комнаты, черные мониторы, ну, в общем, своя такая романтика есть. Так, а что еще интересного у нас? Здесь также есть алерты. Вы можете выставлять на тиковые объемы, то есть объем в самом тике, и скрытые, ну, hidden объем, то есть эти, которые идут дополнительным потоком. Используется в основном volume alert, то есть когда в тике проходит достаточно крупная какая-то массивность. Следующее также, что заметил, редко используют трейдеры, это в тиковом графике не используют, к примеру, там, наложение двух графиков именно тиковых. Те, кто скальпирует, те, у кого такие краткосрочные, очень быстрые сделки, это просто незаменимая вещь, и, ну, вряд ли вы где-то еще найдете непосредственно два тикого графика, причем вы его можете настраивать как вам удобно и наложение делать, то есть адаптивно. Так как рынки взаимосвязаны, причем глобально, это обязательный инструмент и использовать ежедневную необходимость даже, так сказать. Так, ну здесь, в принципе, в таких вот настроечках пока все. И что еще хотел показать, да, tick search. Обратите внимание на то, что вот у нас модули делятся на три группы. Это графические модули, которые отображают рыночные данные в виде графиков, либо профиля, либо кластеров, либо тикового графика, баровые графики. И есть модули, которые как раз для серчинга, то есть таблицы, которые отображают данные, где можно искать какие-то значения. Причем tick search стоит даже мониторить непосредственно в течение сессии, так как здесь очень неудобный трейд-лист. Его обязательно, ну таким, не на весь экран, конечно, но хотя бы в таком режиме. Сейчас он, tick search, он сильно требовательный к ресурсам компьютера. Вот, то есть вы видите, что, собственно, в самом тике проходит, так как там… Ну вот сейчас я растяну. Объем в тике – это не объем одной сделки. То есть это, как видите, вот тик, 216 контрактов в одном тике. Там было 83 сделки трейдов. И вот они все расписаны, причем так, как они проходят во времени. То есть так, как они проходят, вот очередь их. То есть вот 139 контрактов, 44 трейда. Причем трейды, как видите, мелкие в основном. Это вот закулисье S&P. Я вам покажу сейчас на самом деле, что проходит на фьючерсе евро. Так, так, так. Volume filter, то есть тики, у которых фильтр меньше десяти контрактов, просто не отображаются и зачем они, в принципе, нужны. Вот на самом деле ликвидность фьючерса евро в текущем контракте. Смотрите, вот 230 контрактов, 128 трейдов в одном тике. То есть это высокочастотники зашли и, видите, по два-три контрактика разбросали такой вот объем. То есть объем объему рознь. То есть он сформирован каким-то одним крупным входом, либо же высокочастотники там разместились. Также вы можете отслеживать, какие ликвидности, то есть какие крупные трейды есть, нет. Это очень удобно. Вот как раз tick search. Потом для, например, формирования торговой стратегии вам нужно исследовать рынок, что мы будем делать на профкурсе. То есть первое – это базовые тактики, базовые приемы и анализы рынка, непосредственно вот уже почти как стратегия. Но в любом случае каждый трейдер на своем инструменте, который он будет развивать в течение профкурса, он будет исследовать и как бы собирать очень много данных. Это нужно для того, чтобы трейдер мог сформировать хороший надежный паттерн сравнения. И без volume search, tick search и delta search этого практически невозможно сделать. Очень удобная таблица, причем буквально недавно появились такие вот значения как бы средняя. Средняя по максимальному объему 421 контракт и total 775. Здесь учитывается период тот, который мне указан за минуту. Но также здесь есть и delta, очень удобно. То есть вы можете проанализировать за достаточно длительный период, за весь контракт, за несколько лет. Вот в таком варианте какие бывают дельты за одну минуту, какие бывают task. То есть у вас уже очень быстрый показатель, вы уже знаете сколько пределы и также когда вы например только начали использовать волфикс, нужно настроить параметры для фильтров, без этого никак. Сразу включаете volume search и сначала поработайте с таблицей. То есть поймите какие вообще отклонения по ликвидности вашего инструмента. То есть золото одни фильтры, например там нет таких объемов крупных как на S&P. То же самое нефть, евро. У каждого свои уровни ликвидности. И чтобы разобраться быстро сколько нужно для 5-минутного интервала ставить фильтр, здесь все вот в таблицах есть и в принципе здесь все понятно. Время. Давайте поставлю 5-минутный интервал. И за, ну возьмем RTS например. За вот эти 3 дня нового контракта вот у нас данные максимальные объемы за 5 минут. То есть вы уже видите, что 3 тонны контрактов это вот пока вот потолок ликвидности по цене. Total в 5-минутках тоже можно сортировать. Вот 30 тонн есть, 12. Ну 30 видите это аномалия. В основном вот выше 10, там порядка 20 паттернов было за эти 3 дня. Bar size, высота бара, количество трейдов, 10 тысяч трейдов на открытии 16-го числа было за 5 минут. 10 тысяч трейдов. Какого формата есть биды, ASCII, ну и в принципе дельта. Так, это Volume Search. Еще советую использовать MarketWatch. Тоже для удобства, к примеру, когда нужно собрать данные, либо исследуете какой-то новый рынок, да, то есть расширяете свои горизонты, возможности. Вы можете здесь составить лист инструментов, которые вы будете анализировать. К примеру, вы исследуете валютные фьючерсы, вбиваете весь лист валютных фьючерсов. Ну вот, к примеру, у меня здесь есть. Во-первых, есть здесь такой график дополнительный, на котором относительно прошлых дней и недели выделены 30% ядро предыдущей сессии прошлой недели. Но это еще не все. Включите функцию синхронизация и вы можете, например, активировать все окна, либо некоторые. И одним кликом на один из стикеров у вас подгружаются эти 6А на всех модулях, которые вы активировали. Это очень удобно, когда нужно просмотреть много истории, когда нужно исследовать, либо проанализировать. То есть просто пробежались, если у вас несколько мониторов, например, слева в стороне MarketWatch и все мониторы, которые нужны, и окна по одному клику сразу подгружаются. Это экономит время и нервы, как их иногда. Ну и MarketWatch удобен быстро пробежаться по сектору какому-нибудь по акциям, либо же валютным фьючерсам, индексам. И маленькая ситуация относительно основных значений. Когда будет русский язык? В принципе, не планируется, так как здесь в принципе даже нечего читать на русском языке. Вы в основном настроили платформу и больше ее не настраиваете. То есть периодически раз в месяц подгоняете относительно смены ликвидности, либо волатильности данные. А так, в принципе, вы включили layout, подгрузились окна и больше не дергаете платформу. Те, кто, например, разрабатывает стратегии, там да, там в принципе контакт с платформой постоянный. Ну, биржи, которые есть, вот спросили, биткоин недавно появился, сейчас пока смотрим. CBO, ну вот, CBOT, CME, COMICS, но основные даже есть ICE, Live, Mysex, Phone, Current, Nasdaq, Nice, Nimex, RTSports, Шанхайская, Xetra. Так, у нас какой-то агрессивный юзер в чате, ну ничего страшного. Так, символ lookup. Если вы, например, только пользуетесь платформой и еще не адаптировались, символ – это поиск вашего тикера, который вы хотите найти. Во-первых, если, например, не знаете, на какой бирже он котируется, есть поисковик, например, «Газпром». Да, мы ищем «Газпром», просто выбили «Газ». И все тикеры, все инструменты, где есть слово «Газ», вот, отображаются. И на какой бирже котируется данный, вот, есть «Газпром» на «Ксетре». Потом давайте «Сбер» проверим, на каких биржах котируется. В основном Mysex больше нет. Ну и, например, там USD. То есть вы пробежались, выбрали тот, который вам нужен. Также еще вот недавно появилось, и пойдем дальше по темам. На самом деле очень много функционала, которые мало кто использует, и все сразу не получится донести. Но на следующей лекции, если что, продолжим. Итак, «Классер профайл», здесь рабочий 15-минутный интервал. И буквально недавно появилась возможность второй профиль добавить на, например, вот в таком режиме у вас сразу отображается еще профиль за день. То есть вы мониторите график на интервале, там, 5 минут либо 15, и сразу вот в таком режиме полупрозрачном. Но это я выставил в настройках. Вам рекомендую вот в «Options» зайти. И прозрачность для вот этого второго профиля, ну, выставить там 80-70, потому что если поставить меньшее значение, то он будет перекрывать основной график. Да, то есть вы ориентируетесь и не отвлекаетесь. Это, во-первых, помогает несколько модулей, то есть просто не открывать, так как эта информация у вас сразу на графике. То есть вы видите, что он основной объем прошел за сессию сегодня. И уже вышли, даже вот подгрузили на 20-80, то есть ориентироваться и координировать относительно котировки и профиля за день очень удобно. Поэтому советую начинать использовать этот функционал. Да, не хватало немножко, но вот уже есть, и это очень хорошо. Следующее – «Grid». Вот если привыкли, либо же не хватает, либо необходимо. «Price scale» может кому понадобиться. Ну, возьмем, например, 5. То есть каждые 5 долларов будет градация. И я сейчас отключу, вот вы видите, да, для удобства, чтобы, к примеру, ориентироваться. Особенно удобно, когда собираешь какие-то данные по инструменту или статистику. Вот это как раз нужно. Если у вас график за очень большой период времени, то хотя бы разбить временной период по дням хотя бы пунктированными линиями необходимо. Тут плохо видно. Я сейчас чуть-чуть светлее сделаю. В принципе, вот так вот. Так, ну вот, собственно, и все. Значит, «Cut Breaks» – это отсекает, к примеру, на RTS, это необходимо. Сейчас вы видите, без «Cut Breaks» режима «Graphic» и «S». То есть если с 10.00 начинает работать биржа, то до 10.00 у нас как бы пустая котировка. «Cut Breaks» вырезает эту пустоту и идет как бы котировка без разрывов, что удобнее для анализа рынка и координирования, то есть относительно важных уровней. Поэтому тоже не забывайте включать. Еще… Так, ну, в принципе, пока все. Там еще в ClusterChart куча примочек, но у нас времени немного, поэтому данные об объеме биржевых торгов является фундаментом вашей стратегии. Почему? Значит, я как бы объемный анализ отношу даже более к фундаментальному, потому что фундаментальный анализ – это вот основы, то есть первичные источники какой-то смены настроения на рынке, нехватка каких-то товаров либо избыток, то есть какие-то данные по компаниям, объем, то есть это не синтетические индикаторы либо же там какие-то формулы, алгоритмов просчета каких-то возможных данных. Это реальные данные, которые идут с биржи трафиком онлайн на сервера. И в таком же виде практически идут очень длинные строчки из букв и цифр. Они просто структурируются и в хорошем удобном виде подаются уже в виде кластеров и профилей, то есть в таком более удобном для восприятия виде. То есть это ликвидность, есть ликвидность на рынке, нет ликвидности на рынке. Это уже о чем-то говорит. То есть, например, я очень внимательно слежу за тем, какая ликвидность уже с открытия биржи. То есть, если сессия идет уже с утра такая слабенькая по ликвидности, а это говорит о том, что те участники рынка, которые работают ежедневно, банки, инвесткомпании, фонды различного типа, они ежедневно принимают участие в том... И если несколько банков уже не заходит утром на торги, им не интересен этот рынок, либо же текущая цена, либо они ждут каких-то отчетов, новостей. То есть и сильных движений не ожидается, потому что именно сильный объем крупный, это можно сравнить даже с любым рынком, авторынок, строительный бизнес, банковский. То есть, если на рынок заходит очень крупный игрок, то он может легко варьировать ценой. Даже если толпа начнет массово заходить на покупки либо продажи, это может вызвать краткосрочные временные колебания, но не существенно на месяц, на две недели, либо даже удерживать тенденцию однонаправленно в течение сессии. Представьте, сколько нужно ликвидности. Поэтому это как из критериев и советую свои стратегии, которые у вас уже есть, которые вы используете, добавить вот этот фактор, то есть есть ли ликвидность сегодня на сессии. То есть, если нет ликвидности, то зачастую сессия ожидается флетовая либо малоподвижная, то есть, соответственно, и мат ожидания от сделки уже ниже, а риски те же. То есть, стоит ли работать в эту сессию, либо все-таки дождаться хорошей ликвидности. Значит, ну, хотя бы первые несколько часов, если вы открываете позиции сразу с открытия, то хотя бы минут 40, 50, 60 возьмите и даже на кластере посмотрите, вот какой уровень ликвидности. Для этого вам нужен паттерн сравнения, ликвидный рынок или нет. Можно понять только проанализировав на истории, а какая вообще ликвидность идет утром по инструменту. Вот, поэтому история – это очень-очень большой козырь. наличие истории помогает исследовать инструмент, знать его все мельчайшие нюансы, детали, что очень как бы помогает. И даже в 10-20 раз легче формировать какую-то новую стратегию, если вы разрабатываете для какого-то нового инструмента. Буквально пару дней потратив на сбор информации, вы уже можете иметь четкое представление о инструменте, о волатильности, ликвидности. Поэтому мы храним на серверах за несколько лет данные объема по каждому трейду. То есть тик, объем в тике, трейды – это все можно подгрузить. То, что было два года назад, точно так же оно и эти данные вы сможете проанализировать. Что будет на третьем уровне? На третьем уровне будет более детальная подготовка и даже не разработка, а уже как бы готовые тактические действия на рынке и на поиск точки входа. То есть когда именно открывать сделки, как работать с потоком ликвидности, с дисбалансом для входа, дополнительно еще будут такие тактические действия, то есть стратегии для анализа дополнительных инструментов для принятия решения, алгоритм работы с открытия биржи и до закрытия. То есть фактически стажировка, то есть мы это даже иногда называем стажировка трейдеров перед работой на реальном рынке. То есть после профкурса мы обычно советуем еще несколько месяцев самостоятельно поработать, уже как бы без поддержки, без командной работы, чтобы закрепить и взвесить свои силы, получается или не получается. На этот раз мы планируем разбить группу на две, то есть на российский рынок и зарубежный, чтобы трейдеры, которые торгуют с разных бирж, не мешали друг другу. То есть посмотрим, как будет распределяться количество участников по разным биржам. Дельту, маркет профайл, открытый интерес. Даже если вы прошли первый, второй уровень на профкурсе, основное преимущество – это практика. То есть в режиме real-time все эти моменты, все эти стратегии, все эти виды анализа рынка, они прорабатываются непосредственно уже от открытия биржи. И там это все по ходу торгов, вопросы, ответы, как, что, правильно ли вы делаете, это все корректируется и вплоть до ваших сделок. То есть здесь в трейдерс рейтинг очень часто можно заметить трейдеров-стажеров, которые как раз проходят профкурс, либо же курс по российскому рынку. И, ну вот, Finn, точно помню, либо на курсе по российскому рынку, либо профкурс закончил, вот, точно я помню, да. То есть, ну, группа работает с открытия биржи, заключая сделки, уже как раз вторую половину курса идет в основном практика. То есть собираются либо в скайп-чате, либо же там трансляция рабочего окна моего, то есть в разном формате. И, ну, вот, профкурс непосредственно уже набор опыта и отработка всех навыков непосредственно вживую. Вот. Я ответил на ваш вопрос. Чиз. Супер. Так. Макс трейдер, если не ошибаюсь, второй в рейтинге по прошлому контракту. Хорошо зашел, хорошо вышел. Тут бесспорно. На профкурсе вы будете понимать, когда стоит работать, когда не стоит, когда рисково, когда пора заходить, когда вы пропустили. То есть вы научитесь очень хорошо считывать рынок. И, ну, то есть те, кто действительно трудятся, те, кто работают и даже между лекциями делают домашние задания, они просто, как бы, ну, профкурсы – это не лекции по типу А, Б, С сделать и все. То есть вы будете сверхбогатым человеком. Вы научитесь работать, реально, вот, подготовка к торговой сессии, что немаловажно, координирование, проектирование сценариев, то есть какие могут быть, какую информацию вообще считывать, а какую нет. Ну, идем дальше. По объему еще что хотел бы выделить. Если вы заметили, на AllStreet Online я часто выделяю, ну, не часто, а постоянно, непосредственно диапазонами массивы. Значит, либо вы ориентируетесь относительно кластер профайла на левой гистограмме, либо на дополнительном профиле, но крупному игроку, действительно крупному игроку с такой ликвидностью в стакане, давайте, вот, с учетом сжатия цены в пять раз, видите, price scale 50, если поставить 10, там, с учетом ликвидности в стакане 200 контрактов, 250, то есть, ну, 300, сложновато разместить порядка, там, двух-трех тысяч контрактов по одной цене. Поэтому крупному игроку приходится разбивать свой объем на мелкие части, во-первых, чтобы не засветиться особо и не спугнуть цену, так как, вот, к примеру, возьмем, смоделируем ситуацию, сейчас заходит крупный игрок с объемом, там, 20 тысяч контрактов, да, пошел приказ по компании, там, какой-то фонд решил вот на вечерке разместить. Даже если они 20 тысяч контрактов по 5 тысяч контрактов, по 4 тысячи, по 2 тысячи контрактов разобьют, это будет видно в стакане, и, ну, алгоритмы так точно начнут атаковать данного участника, плюс против него начнут, ну, в общем, светиться не стоит, поэтому еще меньше объем заходит, причем так, что даже в стакане можем не заметить, как зашло 20 тысяч контрактов, то есть настолько мелким латажом заходит объем, что вот вроде идет все нормально, а в итоге в диапазоне, там, например, 93.660, 93.820 за 10 минут мы видим total, там, 15-10 тысяч контрактов, и это как раз и подтверждает то, что ему приходится заходить в диапазоне плотно, то есть мы можем заметить, например, там, 93.660, давайте я на примере текущей сессии покажу массив, где тыкуем, так, сейчас мы отключим X, здесь сжата шкала в пять раз, чтобы весь график можно было вам продемонстрировать, обратите внимание, как плотно по каждой цене утром разместили объем, то есть каждая цена в диапазоне 95-94.800 все в крупных сделках, то есть не через один, не через два, не через пять, то есть вот цена за ценой, тик за тиком, все в крупном объеме, то есть зачастую вот на протяжении какого-то времени, там, 15-10 минут, час плотно в относительно временного тайма, то есть периода и плотно в котировке, да, то есть он размещает, он же не будет размещать там 10% этого объема в 11 часов, потом в 2, в 7, то есть, ну, это практически не знаю, кто так делает, даже как-то нелогично. Поэтому в течение какого-то времени идет такая ликвидность, и чтобы не пропустить крупного игрока, нужно анализировать там за 10 минут, за 15 минут ликвидность и total, это сразу будет заметно его отпечаток, потому что total уже не скроешь никак, даже если он по одному контракту будет заходить час, в total отобразится след ликвидности, и обычно след идет в диапазоне. Второй ответ, почему именно в диапазоне, потому что, сами посудите, если он начнет сильно агрессивно заходить, тем самым создаст такой весомый дисбаланс, а у него задача зайти по 95, к примеру, то на покупку котировка начнет реагировать, то есть рынок начнет реагировать на этот спрос, и цена в ближайшие 20 минут начнет уходить с 95 на 96. То есть ему уже нужно покупать на 96, тем самым средняя его общая позиция уже выше, и это ему не выгодно, то есть ему выгоднее наоборот либо немного ниже толкнуть котировку дисбалансом, либо аккуратненько разместиться в диапазоне возле 95, чтобы не терять вот этот кэш и не размещаться выше, выше, выше. Поэтому массивы я выделяю в диапазон, то есть двумя ценами. Одну цену ставить, к примеру, для анализа. Видите, как диапазон 94 800, с открытия по 95 проработали 15 тысяч контрактов за 5 минут, за 5 минут. Следующий 7 800, то есть более 20 тысяч контрактов за 5 минут утром зашло, причем дисбаланс как среагировал в маркет на этот объем мы уже видим. И затем идет защита уровня 1, 2, 3, 4 раза и даже 5 уже контрольный. 5 раз уровень защищали. Те, кто утром разместился, обычно там заходят как раз самые-самые. Следующее, кто не подходит для трейдинга. Ну, во-первых, перед тем, как серьезно и так существенно погрузиться в мир финансов, биржевой мир нужно для себя четко ответить на определенные вопросы и взвесить возможности, способности и некоторые моменты. То есть, вот как один, не один, а мой учитель постоянно говорил такая фраза, я запомнил, главное себе не врать. Вот, то есть, к примеру, много наблюдал трейдеров, крайне-крайне эмоциональные и азартные. То есть, это иногда даже хорошо, но таким трейдерам необходима поддержка в плане там контроля. То есть, чтобы не, как говорится, там не потерял контроль, чтобы могли остановить и не превысить, например, лимиты, там начинается отыгрывание, либо же сейчас рынок развернется, я чувствую, вот как только трейдер говорит, я чувствую, что нужно сразу выключать терминал и не пускать к торгам. То есть, очень не подойдет трейдинг тем, кто очень сильно занят по своему бизнесу, к примеру. То есть, нет времени просто даже на торговлю, да. Трейдинг отнимает много времени. Это как обычная работа, то есть с утра и до закрытия биржи мониторятся рынки, анализируются итоги, подсчеты. То есть, это, ну, это занятие фулл-тайм. То есть, все вот рекламы различного там характера, по типу, едешь в лифте и с смартфона покупаешь, продаешь активы, то есть, ну, акции там. Это все не так. Или вы сидите на пляже и с ноутбука зарабатываете миллионы. Это все ложь и трейдинг отнимает очень много времени. Если как хобби, либо же просто другое дополнительное направление вас интересует и не хватает времени, то вам советую как раз брать курс на инвестирование. То есть, пакетно покупать какие-то отобранные акции, либо же сектор и долгосрочно держать портфель. У вас тогда не будет. Это ежедневно по 5-6 часов или 7. А бывает кое-что и приходится на ночь оставаться, сопровождать позицию. То есть, при инвестировании долгосрочном это как раз подходит. Но вот и intraday, либо же extraday, а скальпинг тем более. Так, кто еще не подойдет трейдинга? Ну, желательно, если так серьезно заниматься трейдингом, должен быть дополнительный независимый от трейдинга доход, который стабильный и вы практически там не принимаете участие. То есть, какой-то уже бизнес работает, либо же у каждого свои варианты. То есть, не торгуйте никогда на одолженные, в кредитные, в последние деньги. Это никогда не заканчивалось позитивно. Так, ну, в общем, то, что хотелось донести насчет трейдинга. Так, и опережающие индикаторы. Значит, мало кто использует, применяет, интересуется. Вот насчет трейдеров. Очень много трейдеров, да, там, по разным причинам, ну, как бы, получили какую-то информацию образовательную, да, что такое биржа, как работа. Особенно Forex очень много дает такой либо старой, либо абсолютно неверной информации и представления о работе на финансовом рынке. И, как бы, в принципе, больше не развивается. То есть, не изучают новые виды анализа, либо, там, те же самые алгоритмы, стратегии различного типа. То есть, старайтесь самостоятельно исследовать рынок. Старайтесь самостоятельно, там, чуть ли самостоятельно свой личный вид анализа рыночной активности использовать и развивать. То есть, чем меньше вот эффекта толпы, то есть, если вы используете то, что это использует толпа рыночная, шансов мало. То есть, если вы открываете позиции там, где толпа открывает, шансы, что за стопами сходят и проверят уровни, где потенциально будут стоять стопики. И, опять же, да, очень много трейдеров проходит обучение в дилинговых центрах форекс-компании недобросовестных. Есть хорошие, ну, я не буду сейчас какие-то определенные выделять, но потом эти люди открывают позиции в одних и тех же местах, выставляют такого же уровня стоп-лоссы. То есть, вот там 100 человек прошло обучение, и вот 100 человек будут выставлять там стоп-лоссы. То есть, это прекрасно понимают маркетмейкеры и крупные игроки, то есть, где потенциально будут стоять стопики при такой-то модели либо ситуации на рынке. Поэтому старайтесь отталкиваться от этого либо уже после сброса толпы заходить, либо работать непосредственно самостоятельно и стараться не заходить там, где сходит толпа. То есть, это достаточно предсказуемо, где будет много стопиков. Даже в мониторе рынок можно сказать, вот сейчас начнут снимать стопы, причем по дельте это можно определить и действительно так и происходит. Потому что там 1% на риск, на сделку. То есть, вот эти вот фразы, это у меня прямо голову сносит. Когда я слышу 1% риска на сделку, у меня прямо плохо становится. Да, и старайтесь уходить от процентов. Это все иллюзия. Трейдеры очень часто вот в эту иллюзию погружаются. То есть, нет реальности, какие деньги теряются, какие зарабатываются. Проценты этого не скажут. Поэтому у меня просчеты идут в основном непосредственно именно в кэше. То есть, не в процентах, а вот кэш на сделку, такой-то риск, такая-то прибыль в кэше. Тогда нет вот этой иллюзии. 1% риска на сделку – это суммашествия. Получается 100 сделок и все, и нет счета. Еще с плечом. На каждый депозит 1% – это разные суммы. Поэтому отталкивайтесь от кэша и серийности ваших входов. Ну, из стратегии. Так, опережающие индикаторы. Значит, есть на рынке, и сегодня я с вами поделюсь, какой опережающий индикатор по S&P я мониторю, чтобы предвидеть, предугадать возможные сменные настроения рынка и быть готовым к этим изменениям. То есть, это очень нужно, полезно и необходимо. То есть, на All Street Online очень часто я упоминаю такой опережающий индикатор, как KOF. Детали там порядка 12 или 13 показателей в Швейцарии собирает по разным направлениям. И, в общем, получается значение 90, 100. Недавно они там поменяли расчет этого индекса. То есть, он идет раз в месяц отчитывается, показатель непосредственно по Швейцарии. То есть, если вы торгуете европейский сектор, в принципе, достаточно часто он как раз на месяц настроение рынка и показывает. То есть, если показатель выходит ниже предыдущего значения и существенно, то это негативное настроение на рынке. И в течение месяца понаблюдайте за европейскими индексами. Они как раз будут, не важно, сильно падать, либо же медленно, чуть-чуть совсем. Но тенденция в основном подтверждается. Если тот такой же самый отчет, то либо будет тенденция, которая идет сейчас, в течение месяца, сохраняться, либо же там боковик будет. То есть, сильные колебания относительно предыдущего показателя. Естественно, на месяц вот ориентир, как вести и чего ждать. Это по Швейцарии, конечно, но для S&P вот такой небольшой секретик. Помимо этого индикатора мы еще будем на профкурсе много чего еще использовать. Давайте лучше расскажу, как он формируется и для чего. Возьмем какую-нибудь Британию. В любой стране бизнес, как определить, бизнес работает между собой, обмен товаром. Все это мониторится непосредственно и анализируется по транспортным компаниям. То есть, если на рынке позитив, рынок растет и транспортные компании больше делают перевозок. То есть, обмен товаром, обмен продукцией между компаниями, супермаркетами. То есть, непосредственно дела у транспортных компаний тоже идут хорошо. Но транспортные компании по своей природе раньше реагируют на ухудшение экономики в стране, либо же в секторе. Так как начинают меньше заказывать перевозок, меньше отгрузка, загрузка. И пока еще компания, обычная фармацептика, либо же продукция, промышленность. У каждой компании есть резервы, которые рассчитаны на квартал, на два так точно. То есть, транспортные компании уже зарабатывают меньше, их акции начинают падать. Ну, не падать, может там снижаться. И остальные акции вроде все тип-топ, либо боковичок, но они идут на резервах. И уже когда резервы начинают у всех заканчиваться, тогда уже идет непосредственно ахтунг. Но транспортные компании быстрее реагируют на вот эти вот ухудшения в экономике. Поэтому для разного сектора нужно мониторить непосредственно разные компании. Например, вот в Британии у них очень сильно развита и обмен через порты и железная дорога. К примеру, в Америке там очень много товаров перевозится такими большими траками, фурами. То есть там мониторится непосредственно акция тех компаний. Например, в России с дорогами у нас не срослось. То есть тоже железная дорога и порты мониторятся. Но пока вот таких четких, прям вот настоящих честных каких-то данных очень сложно взять. Поэтому если в стране есть порт, либо несколько портов, это артерия, то есть товарообмен. Нужно мониторить отчеты портов по отгрузке контейнеров оборот, сколько. То есть если он падает, то ситуация в стране ухудшается и покупать фондовый рынок уже не стоит, либо нужно скидывать. То есть это на месяц, на два идет опережение по ситуации на рынке в стране, либо же секторе. Есть и такой индекс Baltic, который вот контейнерные перевозки всего на планете. То есть потом, если не ошибаюсь, все такие достойные финансисты мониторят количество судов через там Суэцкий канал, через эти вот все магистрали. То есть опять же это вот в помощь, если вы, к примеру, долгосрочник. Для S&P я мониторю транспортный индекс по штатам. IYT тикер его Dow Jones транспортный индекс. Если вам повезет и у вас будет свободное время, просто в гугле вбейте транспортные индексы, транспортные индексы морские, автомобильные. То есть плюс есть очень много сайтов, где вы можете из акций, отобранных вами, создать, сформировать свой индекс, просто его мониторить. То есть, ну, это не проблема. Вот готовый транспортный индекс по штатам на NICE, HR, Dow Jones транспортный индекс. Я его мониторю для S&P. Значит, на нем даже есть какая-то ликвидка. Есть своя специфика, конечно, но здесь важен другой момент. Я зависну сейчас, подгружаю график. То есть, вот таким, вроде мелочи, да, всякие фишки, всякие приемы, анализы разных инструментов, вот это все на правкурсе будет в изобилии. Сейчас что-то он грузит за целые 3 месяца котировку. Вот, подгрузил. Вот, транспортный индекс. И добавим сюда S&P за июньский контракт, соответственно. Поэтому мой совет, если вы на фондовом рынке долгосрочно заходите, то транспортный индекс – это обязательно. То есть, потом, через годик, закройте позиции и скажете спасибо. Это обязательно. То есть, обратите внимание, как идут дела у транспортных компаний на протяжении весны. Вот, с этой точки, еще до этого момента они как-то соответствовали движению и настроению S&P. И где-то вот с конца апреля, давайте сейчас с конца апреля подгрузим котировку. Вот здесь уже более точно ушли акции, а S&P еще находился в раздумьях. То есть, ну, зашортить, использовать этот момент за милую душу. Причем и на транспортном индексе тут, видите, объемчики зашли хорошенькие перед движением. То есть, S&P еще в рынке, хоть они и взаимосвязаны глобально, но все равно некоторые, они там подгружают еще объем. Кто-то там искусственно поддерживает котировку, чтобы всех скинуть, либо зайти, либо дождаться какой-то новости. Вы уже видите, что дела идут не очень, и похоже, что акции скидывают транспортные компании, и на S&P скоро будет движение на шорт. Плюс также вы видите, вот, к примеру, для российского рынка, хотя индикаторы для российского рынка уже на следующей лекции. Значит, пока готовьте вопросы в чат. Те, кто планирует пройти курс после лекции, напишите в Skype Wolfix Education. Вот, там вам ответят, помогут на все вопросы. Пока домашнее задание тем, кто все-таки его будет делать. Сейчас, секундочку. Продолжение следует... Так, домашнее задание там запишите, либо же... Так, запомните. Возьмите за вот этот контракт июньский, который был, свой инструмент. И там получается, сколько у нас 20 рабочих, 20-22 рабочих дня. Вот, каждый день открывайте на тиковом графике и все разворотные точки, то есть экстремумы, реверсы, до рынок разворачивается, интродэй. Во-первых, вы пишите, какие объемы в тиках проходят крупные, чтобы затем и алерты выставлять, и фильтрацию. И выписывайте, так сказать, наблюдение, сколько за сессию, за торговую сессию инструмент формирует локальных, ну, либо максимум-минимум точек, ну, экстремумов. Какое количество экстремумов за торговую сессию по инструменту проходит, ну, хотя бы вот за прошлый контракт. Плюс, какой объем в тиках проходит в тех точках, так как будут экстремумы, которые не до конца, да, сформировали разворот. То есть, коррекционный, например, по типу такого, да, вот, пытаются вот развернуть и все-таки он не до конца сформирован. То есть, и сравните те, которые надежны экстремумы, то есть, там действительно был либо коррекционный разворот, ну, то есть, коррекция начинается, либо полный разворот инструмента за сессию, и те, которые были неудачные. То есть, вот такую статистику соберите, и на следующей лекции мы ее по инструментам рассмотрим, те, кто, конечно, будет все-таки выполнять домашние знания. На курсе вот нужно будет очень много собирать данных, скрины, интересных ситуаций, да, делать и скрины. Я рекомендую даже завести такую папку, у меня, ну, студенты профкурса знают уже, что обязательно заводится папка, в которую складируются скрины разных моделей, разных дней, разных ситуаций, сценариев, интересных, какие-то закономерности, и тоже структурируется по определенным параметрам, то есть, поэтому можете сразу все завести и туда все это дело складировать. Демо, да, FreeTrial 7 дней, если не ошибаюсь, раньше был режим Demo Demo, вот так как-то, логин Demo и пароль Demo. Не стесняйтесь задавать вопросы по теме, по платформе, по курсу. А, еще заранее, тем, кто, ну, новичок на финансовом рынке, только-только начинает исследовать и изучать профкурс, не, сразу не стоит, это слишком, ну, не потянете. То есть, мы в основном берем либо те, кто хотя бы прошли курс Basic, вот так, потому что такие трейдеры обычно тормозят группу, и очень много приходится, ну, простые вещи объяснять. Поэтому, если только-только-только начали интересоваться объемным анализом и платформой Wolfix, лучше, там, осенью запишитесь, но не рекомендуется профкурс брать. Это в основном для опытных, там, хотя бы год-полтора уже на рынке работают, это еще да. То есть, и советую на время профкурса, особенно практика, выделить много времени, чтобы вы могли все это отработать. То есть, там действительно, даже на лекциях, между лекциями очень много заданий на сбор информации, а на практике, тем более, там, с открытия биржи и пока, ну, не будет уже ситуации, когда нет смысла мониторить маркет, то есть, бывает, три часа, там, четыре-два. Почту. Почту личная. Так, ну, в чате можно. Это моя личная почта. Я, правда, не не сильно часто захожу, нет, ДЗ на еду собака.wolfix.net просто в теме письма укажите ДЗ, такая-то тема. Просто переправят, перекинут. Личную почту я не часто проверяю, поэтому не обижайтесь там, если в течение дня даже не отвечу. Бывает, что просто нет времени. Так, ну, спасибо, что пришли. Надеюсь, лекция была полезной, и вы не зря потратили время, что посетили ее. Встретимся на WallSuite Online, либо уже на следующей открытой лекции 24-го, да, 24-го числа до 19.00. Домашнее знание уже было. Огрейте скрины, потому что их просматривать. Ну, например, Евгений, вы поехали отдыхать, там, покатались по Европе, чтобы разгрузиться, отдохнуть. Приезжайте и просто хотя бы вспомнить, возобновить память, пролистали скрины, например, там, моделей, сессии на покупку, которые вы по стратегии открываете. Просто визуально вы вспомнили картинку, чем трейдер опытный от неопытного отличается. Просто количеством вот этих моделей, которые он за свою карьеру на торговле увидел. То есть он даже уже неосознанно сравнивает, подходит эта модель. То есть, а, вот из 100 сделок вот эта модель была там 60-70 раз удачной. Зайду. Ну, как показывает практика, человеческий мозг очень любит что-то новое и исследовать. но в то же самое время он просто все забывает и ни черта не помнит. Поверьте, оно лишним грузом для вас точно не будет. так, ну, все, тогда всем хорошо вечера, до встречи. Ришка, Ришка на РТС. Сейчас включим. Да, 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 тут фомка сегодня, поэтому вечером не торгуйте особо объемно. Нормально так жахнули. Плохо, 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 плохо. Могли, сейчас еще видите, как распределяется ликвидность стаканья, тут два маркитоса стоят. поднимаю, да. Ух ты, смотрите, конкретно сейчас ордер зайдет, похоже на рынок хороший. Вот видите, гистограмма тиковая, она делится на два цвета. Это уже в следующей лекции продолжим. Да, да, все, тогда всем хорошего вечера, до встречи, до свидания, пока. пока.